всем привет дорогие друзья всем привет это прямой эфир мы продолжаем серию прямых эфиров связанных с изменением ситуации о том что в мире поменялись многие вещи которые помогают нам иначе смотреть на этот мир да оля привет рад вас видеть костя привет прямой эфир посвящен вопросам как нам воспринимать новую реальность как нам с нашей новой реальностью жить дальше что нам нужно делать и вообще вот наша цель эмоционально поддержать вас всех на самом деле самое главное самая лучшая стратегия которая есть на мой взгляд сегодняшнем дне это здесь и сейчас жить здесь и сейчас вот здесь и сейчас у нас с вами про и мы с вами вот наблюдаем то что мы с вами сидим в прямом эфире мы смотрим на разные события которые происходят в целом все прекрасно давайте просто здравый смысл добавлять и мы будем вот как дмитрий атерлей за прекрасной кружечке кофе проводить этот вечер привет привет слушай ну ты прекрасный такой настоящий настоящий такой знаешь лорд в своем доме развалился в кресле с кружечкой чая и кофе ну практически да у меня припасена кружечка кофе здесь вот пожалуйста да привет дима привет привет роман слушай ну совсем недавно вроде как мы с тобой общались а за это время мир изменился представляешь вот как это так ты понимаешь у меня не было ощущения что мир изменился в какое-то время назад гуляя там с собакой с мы с ирой общались я говорю ты знаешь современный мир очень похож на такую вот игру вот как будто бы ты собираешь пазл вот но этого пазла постоянно меняется картинка и меняется характер сочленения этих вот фрагментов то есть все меняется очень быстрая реакция на все ну реакции нет вот изменения очень быстро ведь сейчас все чаще и чаще вот в моем по крайней мере окружении люди называют происходящую ситуацию идеальным кризисом да то есть идеальный шторм когда все сходится в одну точку вот и потому что самое интересное ведь когда происходит происходит такого рода изменения скорость фантастически увеличивается да время останавливается то есть нас как будто бы мы забираем в какой-то вот такой квантовой крипте условно да с колоссальной скоростью изменений то есть вокруг нас что-то происходит на наше персональное время но вот как бы зависает то есть получается раздвоение времени да то есть время которое оно вообще расслоение там не то чтобы раздвоение там расслоение потому что люди ну условно люди которые буквально выпадают из вот этой вот капсулы да они говорят слушай я проснулся и не узнал мир это да ты знаешь я к сожалению нет я к своей радости к своей осознанности вижу как на моих глазах мир меняется вот как каждое событие тащит собой и но происходит гораздо больше всего чем мы даже можем представить меняется модели потребительского поведения меняется экономика очищается экономика я уверен что ты знаешь ивана кириллова мы с ним там пару раз вместе делали мероприятие он в турции сейчас живет у нас не будет эфир в субботу по поводу как стрессом управлять вот слушай а я рад потому что дети увидят что такое кризис настоящий как бы люди начнутся объединяться потому что ведь только вместе можно как-то эту ситуацию разрулить вот но при всем при этом смотри другая интересная версия мне сегодня тоже рассказали я со многими людьми общаюсь ты знаешь что великий коммуникатор а вот мне сказали другую версию что надо чтобы люди посидели дома сконцентрировались на себе у матрицы ресурсы закончились слишком дорого воспроизводить вот этот быстро меняющий дорогой мир а то они все стали до Мальдивы летать там в Америку каждому создать идеальную картину поэтому вот много сколько людей столько и разных представлений но факт один все поменялось поменялось что поменялось в первую очередь поменялись наши отношения с нашими близкими вы вдруг один момент проснулись и стали жить с ними вместе Рома ты понимаешь ты не совсем удобного собеседника в этом плане сегодня пригласил моей жизни ничего не поменялось моей то тоже но ты же профессионал ты психолог для меня важно мнение человека который знает понимает и исходя из того что он давно уже так живет и для тебя ничего нового нет как и для меня с точки зрения что такое самоорганизация и так далее так далее тебе ну просто расскажи вот об этом принципе сопроживания вместе с близкими чтобы как мне жена прислала знаешь такую интересную сегодня картинку сейчас я тебе скажу прям она мне это из моей молодости теперь мужчины могут звать женщин не в ресторан а сразу к себе домой ну смотри можем проводить аналогию условно так примерно два года назад или три года назад я уже не помню точно когда помню три года назад наверное так случилось что я купил себе относительно старый американский внедорожник ну вот я его купил случайно я тогда заканчивал ремонт в своей квартире мне нужно было закончить ремонт нужна была какая-то машина на которой можно перевозить вещи даже и на съемной квартире вот и ну я его купил по случаю вот и настолько влюбился в эту историю что решил себе его оставить ух ты да вот и я его решил себе оставить и я с ним это мой такой личный персональный антидепрессант я его довожу до состояния нового автомобиля причем я стараюсь три года назад ты купил машину а три года назад ревдува да и соответственно это каждый раз новая машина получается когда ты не что-то там сделал вот тебе новая машина ну в общем я поймал такую очень интересную закономерность в этой машине что в ней почему-то что-то ломается всегда тогда когда вот меньше всего вот сейчас подходит но условно фары почему-то вырубаются ночью там ну условно моторчик стеклоочистители вырубается в слякотную погоду в ливень я сначала очень здорово подосадовала типа какого черта почему так ты понимаешь собственно ломается как раз таки то что должно сломаться именно тогда когда это очень нужно то есть когда ты этим начинаешь пользоваться да вот оно изношено имеющие какой-то дефект оно и ломается как в первую очередь соответственно в плане совместных историй в плане идеального кризиса идеального шторма ведь проходя через какие-то испытания условно да у нас и ломается ровно то что должно было сломаться это неплохо и нехорошо это просто арифметика такая да то есть проходя через какие-то испытания сломается и разорвется то что ну условно было слабым или ослабленным вот это абсолютно естественная история и здесь если говорить условно если мы вдруг оказались вот в такой ситуации условно в заперти дома и понимаем что ну нам с этим совсем как-то нехорошо вот то стоит задать себе вопрос почему так случилось что там тебе в твои там 30 40 50 там не знаю не важно сколько лет оказавшись по идее у себя дома тебе вдруг стало нехорошо то есть почему там твое занятие твой бизнес твой твой род дел каких-то да род занятий на оказались настолько нехороши с одной стороны а с другой стороны что ты оказался в кругу тех людей которых ты не очень хорошо знаешь да или с которыми тебе как-то ну вот странно и здесь важно понимать да что возможно два ну такие два пути да первый путь когда мы бьем молотком по хрустальному куполу и он распадается вот или там дает существенную трещину и второй вариант когда этот хрустальный купол под колоссальным давлением вот этого трещина которая уже была она спаивается то есть в любом случае любая ситуация кризиса как такового она обнажает истинные причины в переводе с греческого апокалипсис апокалипсис да это снятие покрова для чего снятие покрова для обнажения истинных причин чего-то и проходя через этот кризис какой-то да мы понимаем условно истинные причины себя других людей и все прочее никто не говорит я не говорю что это приятно я не заказывал честно вот я вот это вот все не заказывал там условно с одной стороны с другой стороны мы прекрасно понимаем что ну то есть как первую историю которая как как лекарство сегодня что при всем при том и все проходит так или иначе все проходит правда и хорошая проходит и не очень хорошая проходит и все проходит здесь ничего не поделать ну вот и действительно этой ситуации можно воспользоваться с точки зрения получения для себя обратной связи на что условно в твоем мире в твоей действительности в себе самом не так да то есть то что можно было изменить а не так очень просто где болит ведь казалось бы боль эволюционно как явление да зачем ну то есть для чего нужна боль какого черта тот орган который не в порядке абсолютно правильно то есть мы за счет боли понимаем что вот здесь ишемия да ишемия с давления да и кислород не поступает и что мы должны сделать мы должны срочно до этого органа доставить кровь с кислородом да то есть доставить питательные вещества боль эволюционно нам нужна как обратная связь от действительности нам что что-то не так и как только мы начинаем относиться к боли как к проводнику который дает обратную связь да собственно сама роль боли да меняется в жизни человека вот так же и здесь да отношение к кризису и к кризисным вещам первое что нужно понять что ну во первых это не вечно да что все проходит а вторая история очень хорошее сейчас время посмотреть на то собственно где болит да вот если болит вдруг с человеком с которым ты живешь условно имеет смысл просто задать друг другу вопрос а зачем да то есть вот именно а зачем вариант там ради детей вообще ни разу не не прокатывает потому что мы прекрасно с вами понимаем что жить нужно ради друг друга там ради себя не ради детей ради детей это уже следствие там условно отношении наполненных вот между мужчиной и женщиной вот и если говорить опять же о браке а я так понимаю почему это опять же у меня слышно с разных сторон что сейчас будет волна разводов в китае сейчас выстроились очереди в разводы там и все прочее вот к вопросу там о гармоничных супружеских отношениях семья как институт в моем опыте да исходя из моего опыта как мужа так и и собственно специалиста который занимается гармонизации семейных отношений в том числе она строится на двух таких сферах да первая сфера это общность некая общность то есть жена с мужем должны быть друзья важно чтобы они были друзьями друзья соратники там единомышленник как угодно да ну вот но очень важно некая общность а второе это секс это достаточно просто секс во всех его проявлениях вот соответственно когда существуют обе эти компоненты то отношения гармоничные и ну вот знаешь у него так хорошо ты так очень быстро проскочил эту тему знаешь вот там ладно друзья это все ну и секс секс во всех гармонических проявлениях по моему ты слишком быстро вопрос этот решил с точки зрения секса это вообще вот получается люди теперь вместе раньше у них была отговорка что им некогда заниматься сексом то или там у них есть нету слова теперь они вместе они видят друг друга друг каждый день то есть здесь как вчера нам сказал андрей пометун то это самое время для экспериментов находить себе новые открывать себя новому но вот а если нет вот этих двух либо нет дружбы либо нет секса что тогда ну здесь достаточно просто иметь не знаю как применить так женщин иметь мужество насколько это подходит то есть иметь достаточно искренности откровенности в отношениях сказать что ты мне не интересен это правда ну то есть смотри ведь и что тогда вот после таких слов надо искать поводы для интереса ты понимаешь штука какая у нас есть один безвозвратный ресурс невосполнимый это время да и самое печальное когда время вдвоем проходит в нигде в таком вот и ручка начинайте дружить и заниматься сексом как вариант с соседями можно они что же изолированы вот кто знает дружить с соседями заниматься сексом с соседями да ну интересная история вот соответственно очень важно научиться быть самим собой искренним и откровенным да что такое искренне говорить правду откровенным говорить всю правду и очень важно быть со своим партнером искренним и откровенным только очень важно ну еще понимать что откровенность с ним все-таки нужно отчасти дозировать чтобы твоя откровенность его не убила это правда это важно но и вместе да вместе с этим собственно важно понимать что если ты не хочешь читать книгу своего партнера дальше ее нужно закрывать ну то есть прям вот закрывать не надо длить отношения ради детей ради какого-то там знакомых ради мнения ради еще чего то то есть отношения длить если ты чувствуешь что ну тебе не интересно просто не стоит у меня как М dares Touch но человек обычно вопросов к тебе не задает обычно человек хочет задавать вопросы к другому да то есть со мной все в порядке это с тобой что-то не так, да, как бы вот со мной все в порядке, ну вот, и вместе с этим, чтобы пройти путь определенный, да, задавание вопросов себе, подход и поиск, да, вот что-то в другом человеке, вот, это в определенное время, да, и человек, если он способен задавать вопросы себе, он в конечном итоге, ну, эти отношения не разорвет, так бывает, правда так бывает, что эти отношения длятся, и оба несчастливы, помнишь, как у Мюнхгаузена было, вот, когда они там разводились, он говорит, что наоборот, сегодня счастливый день, сегодня, так сказать, торжествует справедливость, потому что нас там повенчали, когда мы были еще только младенцами, условно, бывает такое, да, что, в принципе, люди живут, давно уже живут разными жизнями, и здесь правда, если нет двух составляющих, нет общности, и нет секса, и или-или там чего-то, нет, вот, то, наверное, не стоит длить, можно попробовать поискать эту общность, можно попробовать поискать тот секс, ты понимаешь, искать причины заниматься сексом со своим супругом или своей супругой, это странно, ну, то есть, такое, ну, давай с тобой поищем, давай привлечем сюда какие-то дополнительные силы, средства у людей, бюджет, осметим, вот, вот, ну, наверное, нет, вот, если, например, вдвоем поисследовать этот мир, да, в плане мира секса, ведь для взрослых людей открыто практически все, да, то есть, ты можешь делать со своим телом и с телом, там, своего партнера все, что хочешь по обоюдному согласию, пожалуйста, да, собственно, ничего такого, исследуй и вперед, вот, но, по идее, эти вещи должны происходить спонтанно, то есть, особенность в здоровых отношениях, да, 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 слушай, у нас сейчас с тобой что делать, чем занять себя в изоляции, постепенно перерастет, типа, в гармонизацию супружеских отношений. А это правильно, потому что, вот, Оля, например, за этот вопрос, а если муж изменил, надо ли продолжать отношения, находясь в самоизоляции? Вы знаете, очень интересный вопрос с изменой, да, во-первых, что такое измена, вот, и отношение к измене, измена может быть, то есть, что такое лично для вас измена, это вот очень важно понимать, и если вы считаете, что измена – это некая обида, да, то есть, которую вам вы получили, ну, и вы будете вести себя соответствующей, поэтому я не могу вам сказать, что делать, то есть, универсально какой-то истории, я могу вам сказать только, опять же, сходя из своей практики, не вообще, как это происходит, а вот, исходя из своей практики… Практика, да, принимайся. Тут просят делать почаще такие эфиры, вот, Володя, просят делать почаще такие эфиры. Я могу сказать точно из своей практики, да, относительно, вот, измены, или там, еще чего-то, мне достаточно сложно говорить, потому что измена может быть от варианта поиска, там, чего-то нового, да, каких-то, вот, ну, человек просто, вот, он перебирает что-то, да, до попытки обратить, там, на себя внимание или внимание на другого человека. Я четко понимаю, что, наверное, когда отношения гармоничны друг с другом, то и само понятие измены уходит из контура, да, то есть, здесь, ну, в общем, такая история, ну, своеобразная с понятием измены. Вот. В моей практике, еще раз подчеркну, я воспринимаю человека как почтовое отделение, да, в котором формируются или куда приходят некие посылки-бандероли, да, они предназначены, ну, для какого-то количества получателей. И вот эти посылки-бандероли, вот эти вот месседжи, да, вот такие, да, их стоит отправлять получателям. И отправляя получателям, почтовое отделение становится свободным. Да, вот, что будет происходить, пожалуйста, просто, что будет происходить с почтовым отделением, если не отправлять эти посылки. Ну, почтовое отделение просто разорвет, да, то есть, ну, будет столько почтовых отделений, что... Столько грузов будет, да. Не верю я в полигамность и моногамность. Вы понимаете, если бы мужчина был бы полигамен, а женщина моногамна, то мужчины бы встречались только сами с собой. Вот, то есть, ну, в адюльтерии между мужчиной и женщиной участвуют не только мужчины, участвуют еще и женщины с другой стороны. Где эти полигамные женщины живут-то вы мне? Скажите, если все женщины утверждают, что они моногамные. Дайте адрес. Да, дайте адрес, пожалуйста. Вот живет моногамная женщина. Знаешь, как не зови меня шалава, я теперь полиамор. Вот примерно так же. Я не верю в моногамность и полигамность природы человека. Человек способен выбирать, и он ровно так же может быть полигамен, моногамен и прочее. В моем понимании, если недостаточное количество посылок отправлено к твоему партнеру, ты начинаешь каким-то образом компенсировать этот груз неотправленных сообщений. Ты либо отправляешь эти сообщения на кому-то другому, сбрасываешь, либо начинаешь копать у себя второй подвал, третий подвал, четвертый подвал. В том числе и посредством хождения по специалистам, которые называются, как я, психотерапевты, психологи и тому же прочее. Я абсолютно не сторонник хождения по психологам и психотерапевтам. Ну, правда, что по нам ходить? Ну, собственно, вы придите, давайте решим, уходите, живите своей жизнью без нас. Потому что это же есть определенный образ жизни такой, да, типа жить с психологом или жить через психолога, да, вот жить через психолога. Или, вы знаете, есть еще одна очень интересная история. У меня бывает так, что ко мне приходят люди, я прям вижу, что человек пришел ко мне, причем он согласен заплатить очень высокий ценник. То есть, ну, вот там разовую консультацию взять, но желательно, чтобы она была дорого, чтобы сказать, я и к психологу сходил, и мне это не помогло. Ну, то есть, вот, примерно вот так, как некое поговорить, да, поговорить. Вот, в общем, возвращаясь, да, и очень важно отправлять эти сообщения, отдавать адресату, да, то есть тому, что может быть важнее, чем тот человек, которого ты почему-то когда-то выбрал или выбрала. Отправь ему эти сообщения, не надо там стесняться или смущаться там или еще что-то, просто отправь спонтанно. Чем чаще ты их отправляешь, тем легче эти сообщения будут, тем устойчивее будет канал логистики, да, этих сообщений от тебя к нему. Ну, нравится тебе так? Хорошо, расскажи. Самое страшное, что будет, он просто не согласится. Ну, то есть, самое страшное, что будет, он не согласится. Это тоже порой бывает непросто. Но такова действительность, что другие люди не живут для того, чтобы оправдывать наши ожидания, условно, да. Вот, поэтому для того, чтобы ожидания совпадали часто наши и других людей, очень важно другим людям заявлять о своих ожиданиях, не требуя беспрекословного исполнения этих ожиданий. Просто в качестве информации обратной связи, что я хочу вот так, я люблю вот так, мне там нравится вот так, не спеши, наоборот, поспеши, ну и так далее. То есть, здесь абсолютно такие нормальные темы. Что еще важно понимать, что никогда ничего не поздно. Ну, то есть, поздно только тогда, когда, вот, знаете, когда идешь по кладбищу, там вот у всех есть дата рождения, тире и дата смерти. Вот поздно уже тогда, когда после тире уже что-то заполнено. Вот тогда точно поздно. А пока, ну, только есть одно рождение и вот это тире, ничего не поздно. Не важно, какой возраст, правда. Не важно социальное положение, ничего не важно. Да, пока человек жив, что-то можно изменить. У нас есть константное прошлое, но это константное прошлое, опираясь на это константное прошлое, оно определяет будущее, но не абсолютно. То есть, можно что-то менять из настоящего, да, вот, влияя на прошлое, там и на прошлое. Вот. Поэтому, что касается супругов, здесь как раз-таки достаточно легко, потому что, по идее, ты общаешься с человеком с пристройкой вот на одном уровне на таком. Да, то есть, это твой супруг или твоя супруга. И, по идее, ты можешь просить некой взрослой позиции, как от себя, так и от другого человека. Вот. Именно не позиции ребенка, когда мы с удовольствием обижаемся, не позиции подростка, когда мы с удовольствием обижаем, да, а именно взрослого человека, который понимает последствия своих действий или бездействия. Ну, вот. Есть же еще интересный вариант, мы же еще и с детьми остались дома. Ну, вот. То есть, вот эти непонятные люди, вот, раздражающие, да, это твои дети. И это тоже очень интересный феномен, вот, когда мы общаемся с детьми, и вот здесь мы встречаемся с очень интересными зеркалами. Мне кажется, порой гораздо более интересными, чем супруги, постели, вот это вот все. Это напрямую с нашими ожиданиями и с ожиданиями, возможно, от нас, наших родителей. Вот все вот эти вот замечательные монстры, которые, безусловно, заботливыми руками, вот, родителей, порой, абсолютно не специально, да, у нас взращиваются. Ну, да, кто-то же мне сказал, что, типа, работа психотерапевта, она будет вечной, потому что пока есть человечество. То есть, пока есть человечество, есть родители и дети. И есть модели поведения, которые родители вбили в детей. Да, 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 да. Кстати, твой ребенок тебя сейчас смотрит, Ира, пишет. Да, я знаю, что мой ребенок меня смотрит сейчас. Я так подозреваю, что даже оба моих ребенка меня сейчас смотрят. Вот. Знаешь, наверное, с детьми очень важная история. Ну, она отчасти пересекается с супругами, супругой и супругами, да, это вопрос ожиданий всегда, да, то есть ожиданий от жены, от мужа, от детей. Ну, знаешь, мы же воспитаны в эпилептоидном обществе, и нам говорят, что там настоящий мужчина должен, там настоящая женщина должна. Ну, и какие-то вот там идут должна, и у нас формируются некие ожидания. Очень важно, да, уметь спонтанно делиться обратной связью, но чтобы эта обратная связь не ранила, а, ну, давала определенную информацию другому человеку. Мы сегодня говорили о боли, да, о том, что она дает информацию. Так вот, опять же, в своей практике, в своей практике мужа, в своей практике, там, отца, да, в своей практике, там, психотерапевта, у меня есть форма, которую я предлагаю, как для себя, так и для других. Каким образом делиться, ну, условно, негативной какой-то обратной связью, да, с теми, кто близок. Научи нас. Да, не то, что ничего, я покажу, да, это же не значит, что, да. Покажи. Вот, да, да, очень важно понимать, что в раю справедливости нет, справедливость есть в аду, ну, там, всем отмерено по грехам, круги, там, и все такое, а в раю есть любовь. Любовь, она абсолютная, она не требует подтверждения, да, то есть это такой феномен, такой же, как и вера, он не требующий подтверждения, просто есть, она абсолютная. Любовь матери, она абсолютная, да, и вот очень важно передать близкому человеку, что смотри, я тебя люблю, а я правда тебя люблю, то есть я тебя люблю, и это то, что я скажу тебе дальше. А если человек уже не может сказать, что он любит? Подожди, я тебе сейчас скажу вот эту модель, мы потом посмотрим. Если скажешь, что не может любить, то все бесполезно, любовь, она в основе всего. Я тебя люблю, вот, но и это никак не повлияет, то, что я скажу, то, что я тебя люблю. Любовь абсолютная история. И вместе с этим, там, то, что ты делаешь, или то, что, как ты себя сейчас живешь, ведешь, там, делаешь что-то, меня не вдохновляет. То есть очень важно, чтобы люди, которые были рядом, они вдохновляли нас на что-то. Есть универсальный рецепт, как женщине остаться навсегда с мужчиной. Ну, там, вот, как привязать к себе мужчину, вообще очень интересно, привязывать человека к себе. Сейчас все женщины быстренько подорвутся со всего интернета. Это не я придумал, это придумал, по-моему, Цыпкин, это у него, стать музой. Стать музой, да, то есть женщина должна, важно, да, стать музой. Она может быть какой угодно, она может быть делать все, что угодно, но если она станет музой для мужчин, она будет с ним всегда, она будет с ним вечно. Мужчина ищет музу, да, нужно вот вдохновение такое. Вот, и возвращаясь к обратной связи, я хочу передать, что вот то, что ты делаешь, или то, что ты сама, оно меня не вдохновляет. Я тебя люблю, но меня это не вдохновляет. И просто, ну, отдать это, чтобы это стало жить как-то вот, ну, вот спонтанно, вот в этом контуре. Опять же, отдавать, не ожидая, что то, что ты хочешь, обязательно будет исполнено. Это принципиально важная история, да, не желать, чтобы то, что ты хочешь, было исполнено сразу же. Вот, и, ну, собственно, пытаться, вот я такую форму нашел и такую форму предлагаю именно для трансляции некого-то, ну, условно, вот этого груза прожитых лет, который порой, не проговаривая, люди решают разорвать отношения просто потому, что, ну, что-то такое вот прошло или что-то, ну, Слушай, ну, очень круто, очень круто. Ты говорил, что есть еще формула для тех, кто не любит. Да. А смотри, как понять, что я не люблю человека? Опять же, в большинстве случаев, когда я спрашиваю, что такое любовь, мне интересно. Я спрашивал у подростков, я спрашивал у себя, я спрашивал у своей жены, я спрашивал в мультиках, я спрашивал в книжках, я спрашивал у взрослых, я спрашивал. Подавляющее большинство ответов сводилось примерно к одной группе, когда тот человек уходит, и мне плохо, когда тот человек приходит, и я радуюсь. То есть все сводится вот к очень, понятно, какой-то вот такой вот детской, может быть, формуле, да, что вот когда тот человек уходит, мне плохо, когда он приходит, я радуюсь. То есть вот наличие этого человека в моей жизни. И есть простая игрушка, прям как лакмусовая бумажка эта история работает, когда я предлагаю представить, что ты живешь, у тебя все в порядке в твоей жизни. Тот человек живет, все в порядке у него в жизни. Просто вот ты завтра просыпаешься, а его нет в твоей жизни. Мне, причем эту форму предложила моя супруга, да, вот она сделала. И все хорошо у тебя, но просто его больше нет в твоей жизни. И что ты чувствуешь? Если ты чувствуешь облегчение, эти отношения нужно заканчивать. То есть если что-то другое, там и с этим уже можно работать. Но если ты чувствуешь облегчение, то эти отношения нужно заканчивать. Но они не длятся, они ни к чему. И не нужно ни себя мучить, ни другого человека. Ну вот поэтому как-то вот так. Прям ты знаешь, разговор получился не про кризис и карантин, а разговор получился про секс. Ну слушай, ну кризис и карантин – это же всегда история относительная. Посмотри на Швецию. Правительство Швеции отказалось делать какие-либо меры принимать по поводу карантина. Потому что светские ученые считают COVID-19 не опасным вирусом. Что, собственно, большинство вирусологов считают точно так же. Все именитые вирусологи с международным весом на вопрос, что происходит, отвечают – я не знаю, я не понимаю, что происходит. Потому что этот вирус примерно такой же, как и все остальные. Я не знаю. Поэтому вопрос кризиса – это всегда штука относительная, которая, наверное, будет нас сопровождать теперь все время. Просто будет потряхивать где-то периодически. И потрахивать. Ну да, ну что ж, это такое дело, половое расхожение. Ну что, Тима, слушай, наши 30 минут с тобой закончились. Было фантастически интересно. Я даже, знаешь, я что-то как-то даже не понял, я тебе здесь зачем. Нам в следующий раз просто включать тебя, я пойду подключать. Ты повод для меня, чтобы я встретился с теми людьми, которые с удовольствием приходят к тебе в гости и каким-то образом пообщаться делать. Итак, давай подведем небольшой итог. Потому что все-таки важно, как бы, всегда мне хочется упаковать в какой-то туду. Давай. Мир изменился так, что многие компании перешли на удаленку. Многие-многие сейчас переходят. Я разговаривал с другими людьми, там даже в крупных компаниях выдают компьютеры для того, чтобы люди могли взять и унести домой. Есть внутренние переживания, все страх, а мы это оставим в стороне. Это не про это. Я проснулся утром, и сегодня, и моя жена здесь целый день, и мои дети целый день, они перестали ходить в школу. Для меня это привычная ситуация, как для тебя, я так 5 лет уже живу. Но для тех, кто этого не делал никогда, и вдруг эта жена во всех своих видах, он ее видит вместо часа утром и часа вечером, или даже когда вечером можно не видеть, пошел пиво, попил, пришел спать, только и все, и как бы нет проблем, а тут они столкнулись. И в этот момент вот они, либо, правильно я понимаю, что если ничего не делать, и в них все хорошо, любовь расцветет. А если она есть, если там есть проблемы, начнутся трудности, искрение, и люди, не умеющие отправлять правильно почтовые отправления, могут взорвать почту. Ну да, все равно, да. Давай потом поговорим о том, когда почта взорвалась, как научиться там обратно договориться, потому что выйти-то нельзя пока. Ну или там сейчас пока еще можно, может быть там через какое-то время там нельзя будет, но надо как-то существовать, и как бы спать не в раздельных кроватях, а в одной, и как бы там, и вообще, ну а если люди поняли, что как бы уже все о нем расходится, то надо... Будешь итоги какие-то правильные. Да, чтобы, независимо от того, что как надо прожить, да, я сказал, что когда вдруг они поняли, что им как бы нельзя, но надо договориться, чтобы прожить это время вот как бы в комфорте, и может быть там они со временем сблизятся, и у них все произойдет хорошо. По поводу еще уточнения, по поводу перехода работы в офис, просто предложение, пожелание. Пожалуйста, все те, кто работают в офис, постарайтесь для себя сохранить некий рабочий ритм, и, ну словно, одевайтесь к 9-10 утра, когда вы обычно приезжали в офис, в относительно офисную одежду, то есть вот как вы одевались в офис, одевайтесь примерно так же дома. Не надо подходить к компьютеру в галстуке, в рубашке и в трусах. Ну то есть вот так не надо. Просто подходите к рабочему процессу так же, как вы подходили в офисе, да, то есть приходите в какой-то casual одежде, например, да, в которую вы приходили в офис так, чтобы вы работали, чтобы у вас сохранилась вот эта вот цикличность некая, да, это очень важно. И это первый момент. И второй момент, ведь не так страшно, что сейчас там, может быть, две трети Москвы перешло на удаленку. Мне фантастически интересно, как обратно будут загонять людей. Ну то есть, если мы научимся работать вне офиса... Зачем будут нужны офисы? На кой черт нужны будут офисы? Вот правда. Зачем тратить два часа на дорогу? Да, мы научимся работать без офисов. Вот в чем штуку. Это класс, это класс. Мне фантастически интересно, как будут обратно стягивать людей в офисы. Это удивительно, правда. Вот это будет интересно. Вот это будет бум фриланса. И вполне возможно, что люди... Смотри, ведь какая классная идея. То есть, если я могу работать дома и приносить пользу, значит, я обладаю какими-то компетенциями, которые я могу продавать не только этой компанией, но и какой-то еще. Тем самым я освобождаюсь от рабства, и с другой стороны меня могут покупать. Да и смотри, и вообще зачем, в принципе, мне офис, если я могу вот так делать вот отсюда, условно? То есть, я эффективен, я результативен. Давайте договоримся. Я две недели, условно, показал то, что так можно. Зачем обратно? Зачем обратно? Хороший вопрос. Давай поговорим на тему потом, когда зачем обратно. Дима, спасибо тебе огромное. Обнимаю тебя. Спасибо. Огромный привет. Ребята, все, кто нас слушал, большое привет. Спасибо всем, кто слушал, смотрел, да. Пишите нам в комментариях, о чем бы вы еще хотели поговорить. Судя по всему, Дима станет моим частым гостем. Вечерней гостиной. Давай, я только за. И ты же знаешь, я тоже, да. Слава Богу, мы с тобой дружим уже много-много лет, поэтому всегда приятно друг с другом общаться. Обнимаю тебя. Всем привет, друзья. Спасибо тебе. Всем пока. Да, пока. Ну что, для тех еще, кто пока не разошелся, это были прямые эфиры. Мы попытаемся помогать вам находить себе внутреннее я, силы, мотивацию, для того, чтобы оставаться в той самой ситуации, когда вам хорошо. Жизнь здесь и сейчас. Жить в моменте. Не важно, что будет завтра. Да, важно. Но сейчас вы рядом с своими близкими, рядом с самим собой, рядом с детьми. Делайте так, чтобы вам было хорошо. Всех люблю. Всем прекрасный вечер. Давайте ставим сердечки. У меня там через 15 минут начинается следующий прямой эфир. Открытие уже пятого дня курса персональной стратегии. Мы идем третьим потоком. Вот мы серьезно работаем на персональной стратегии. И Дима прекрасно вписывается в наши курсы. Я его всегда показываю. Привожу в пример для того, чтобы какие интересные вещи у него есть.